Я не встаю повторять, что самым гениальным изобретением русского человека было сильное централизованное государство. Мы на этих огромных просторах, открытых со всех сторон для набегов, создали страну, которая имеет более чем тысячелетнюю историю. Не случайно, недавно отмечая 1160-летие, Путин выступал в Великом Новгороде рядом с памятником тысячелетию создания нашей державы. После того, как бездарное правительство Николая II спалило Российскую империю в Первой мировой войне, коммунисты воссоздали порушенную державу в новой форме, в форме СССР. В этом году мы отмечаем 100-летие создания этого уникального государства. Не встаю повторять, что сумели отбиться от Антанты. Тогда был поход 14 государств Антанты, которые уже приговорили нашу империю, разделили на куски. И тем не менее удалось создать армию почти 5 миллионов человек, обеспечить безопасность и мирно-демократично восстановить нашу страну на съезде. Поэтому обратился бы прежде всего тем, кто помогает президенту писать речи, чтобы они не искажали эту историю. Мы спасли российскую государственность, создав ее в новой форме. Наша страна тогда полуграмотная, истерженная, разбитая, униженная, сумела за 10 лет построить 9 тысяч лучших на ту пору заводов. Сумела создать Красную армию, которая была оснащена блестящей военной техникой. Наши танки Т-34, Катюша БМ-13, штурмовик Л-2 и Грабинская пушка были признаны в годы Великой Отечественной войны лучшими военными изобретениями и доказали это в бою. Наши командиры и прославленные солдаты сумели разгромить вермахт и возрузить Красное знамя Октября, знамя Ленина на Дейстага. За эту победу над фашизмом нам человечество поставит самый величный памятник на любом суде истории. После предательства нашей государственности в 1991 году Путин особо подчеркнул, впервые так жестко и ярко выступая в Кремлевском дворце при подписании договоров о том, что Растриги и эти перевортовшие предатели разорвали страну по-живому. Да, разорвали по-живому, но они ничего общего не имеют ни с советской властью, ни с коммунистической партией. Они просто предали и продали все с помощью так называемого ключика перестройки и гласности, загнали нашу страну под американский звездно-полосатый флаг, посадили на престол пьяницу Растригу Ельцина, окружили его чубайсами-гайдарами и почти полсотни американских старушников, которые просто приватизировали и распродали страну по-дешевому. Мы тогда выстояли и выдержали, и наша партия, которая наследовала лучшим традициям ленинско-сталинской модернизации, все сделала для возрождения своей государственности. Я как-то изучая и читая Николая Васильевича Гоголя, удивился его прозорливости. Он написал, если у русских даже останется всего один хутор, они обязательно восстановят свою государственность и возродят свою державу. Вот процесс возрождения продолжается, и наша партия левопатриотической силы в этом играет исключительно важную роль, потому что для нас государственный патриотизм, русские идеи, советский патриотизм являются высшими ценностями. Средняя русскую идею, высокую духовность, культуру, образование, науку вместе с советским патриотизмом и высшими социалистическими ценностями и родились те победы, которыми мы все вместе с вами гордимся. Сегодня мы примем еще несколько законов, которые расширяют наши возможности. Я всячески приветствую возвращение на родину к матери своей любых регионов, которые населены русскими людьми. Украина на 82% заявила в свое время, что их язык материнский русский. И любая воля тех, кто пожелает воссоединиться с нами, для меня и для моих товарищей священна. Я когда видел очереди в ходе референдума, где под выстрелы и снаряды никто не сбежал и продолжал голосовать, у меня эти люди вызывали чувство огромного уважения и личный восторг, потому что они поступали по совести, как герои, они думали о безопасности своих детей и о будущем нашей общей государственности. Сколько бы там ни визжали и ни орали за океаном, не обращайте на это внимания. Если вы посмотрите тысячелетнюю историю, у нас не было ни одного века, чтобы в течение 40-50 лет мы не отбивались от этих доброходов, которые никогда не несли нам свободу, никогда не культивировали демократию, шли против нашего языка, веры, культуры и традиций, англосаксы вслед за ордами Батыя, наполеоновскими ордами и гитлеровскими фашистами пытаются вообще уничтожить русский мир и нашу цивилизацию как таковую. Только последние мерзавцы могут бороться с Чеховым, могут не уважать Ломоносова, может не считаться Шолоховым, могут не понимать Пушкина, могут вычеркивать Чайковского. Я считаю, что эта деградация западной цивилизации дошла до ручки до предела. Не случайно впервые в речи Путина услышал вопрос «докатились до сатанизма». Вообще это уже другое измерение, это уже религиозно-нравственное измерение, за которым стоит борьба света и тьмы. В данном случае мы представляем действительно свет, свет надежды, к которой тянутся наши соседи и близкие. Но чтобы этот свет ярче светил и указывал всем дорогу, надо помнить, что самые сильные, умные были в форме СССР. Что когда фашистов допрашивали на известном суде, они сказали, мы вообще-то проиграли не только Красную армию, прежде всего проиграли советскому учителю, советскому ученому, советскому рабочему, советскому инженеру и советскому крестьянину. Это очень точная оценка. Я внимательно еще раз перечитал выступление Путина. В принципе, почти совсем согласен. Я бы, правда, не втащил туда или и на по целому ряду соображений. У нас много великих людей, которые блестяще говорили о нашей государственной. Сегодня день рождения Есенина. У него на эту тему есть великолепные стихи. Их стоит почаще читать и повторять. Но там должна быть и вторая часть. Если мы взялись защищать, мы обязаны все сделать, чтобы утроить силы нашей армии. Армия не имеет сегодня необходимого для того, чтобы вести в данном случае свою новую отечественную войну против всего НАТОвского блока. 40 стран сегодня воюют на просторах Украины против русской, советской и нашей государственности. Мы обязаны укрепить все и фронт, и тыл, и максимально обеспечить ребят, которые идут защищать нашу родину, нашу свободу и независимость. Потому что те, кто воюет сегодня против нас, им мало. В 1991 году их удовлетворил распад страны, капитуляцию в области идеологии и Таргашевский, Замарский, Чубайцев и всей этой воровской сфоры. Сегодня они пришли для того, чтобы уничтожать русскую цивилизацию как таковую. Да, мы сумели за эти годы, эти последние 8 лет, не только освободить Крым, сумели не только помочь Сирии, но и сумели договориться еще с четырьмя цивилизациями, которые восстали против англосаксонского глобализма. Это китайская удивительная цивилизация, индийская, пересидская и русская. И в данном случае те шаги, которые недавно на Шоссе Марканде предпринимали Си Цзиньпин и Путин, меня окрыляют и вдохновляют. Тем более 16 октября открывается 20-й СССР, которая наметила удивительную программу построения общества, всеобщей судьбы человечества на основе гуманизма, высокой культуры, подлинной независимости, добрососедства и уважительного отношения к каждому языку и каждому народу и всем лучшим народным традициям. Мы максимально способствовали этому и будем продолжать. Тем более у нас в Компартии Китая подписан соответствующий меморандум. И мы вместе готовимся в начале декабря отметить в Кремлевском дворце столетие образования СССР. На этот форум уже дали согласие приехать 132 делегации. Еще раз повторяю, все они нас поддержали по Крыму и Севастополю, все они нас поддерживают по Донбассу и все уверен поддерживают то решение историческое, которое сегодня примет Государственная Дума. А это законы, которые ратифицируют подписанные в Кремле договоры и законы, которые добавят к 85 субъектам Российской Федерации и еще 4. Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области. Ждем домой и другие регионы. Русский мир должен восстановиться в полном объеме. Наша внутренняя сплоченность и спасение всех народов, которые проживают на этих гигантских просторах, прежде всего в единстве и сплоченности русского мира. С праздником всех!